Так, дорогие коллеги, сегодня у нас третья встреча и четвертая лекция по курсу «Теория, история и медиа». И мы с вами продолжим говорить о тех свойствах медиа, которые и помогают, в том числе, вписать наш курс в общий интерес к современному искусству, ну и к современной культуре. Дело все в том, что, конечно, при том, что медиа-теория и теории современного искусства обычно не пересекаются, но, тем не менее, именно то, как современные теории ставят вопросы о ценности искусства, об оценке, о тех маркетинговых средах, в которых искусство существует, ну, вспомним ли мы там Дэвида Джослета или там каких-нибудь теоретиков журнал «Октобер», все они исходят из того, что прежде всего существуют определенные некоторые медиумы, ну, начиная с того же просто даже денежные оценки современного искусства, которые поддерживают его на плаву. Но сегодня я буду говорить не столько об этом, сколько о том, что, как, собственно, появлялись названия для разных медиумов, и каким образом обозначалась, собственно, сущность данных медиа. Ну, и интереснее всего, что названия медиа очень часто представляют собой соединения и слов, и корней несоединенных эпох. Ну, самые простые слова с теле, скажем, в словах телескоп или телеграф, первый корень теле далеко, он употреблялся и в греческом языке гомеровской эпохи древней. Ну, можно вспомнить отсюда именно телемах или телегон. Ну, было такое суеверие древнее, что если муж отсутствует несколько лет, жена для приобретения наследника могла сойтись с другим мужчиной. И при этом в спальне должен был висеть портрет мужа, тогда ребенок рождался внешностью мужа и считался законным наследником. Вероятно, это восходит к древнейшим племенам, к древнейшему родоплеменному принципу, где не утверждалась непричинность в рождении ребенка, а соблюдение некоторых ритуалов, которые и приводят к рождению детей. То есть была не причинно-следственная связь между сексом и зачатием, а вовлеченность того и другого в некоторые ритуалы. Ну, как, например, инициация делает взрослым человеком, также определенные ритуалы, связанные с рождением, позволяют родиться ребенку. Ну, такие остатки представления о Телегонии мы находим в пушкинской сказке о мертвой царевне, где белизна ее кожи объясняет тем, что она на снег глядела, или в смешном диалоге Эразм Роттердамского «Цицеронианец». Эразм Роттердамский, великий гуманист, к которому мы не раз будем еще обращаться, он рассказывает о каком-то поклоннике риторики Цицерона, который решил вот так вот медийно обеспечить свое цицеронианство. То есть не только читать книги Цицерона, но и любоваться на его портреты, создать алтарь Цицерона, ходить в тоги, есть одежду, есть еду, которую ели в Древнем Риме. То есть как бы все медиа в доме должны вещать о Цицероне. То есть это очень напоминает такой умный дом, заполненный гаджетами, телевизорами. Только там у него повсюду лежат книги Цицероны. И вот собеседник в этом диалоге замечает, что если он по ночам читает Цицероны, то жена произведет на свет какого-то ребенка, совсем не похожего на него. То есть здесь пародируется сама эта идея вот непорочного дальнего зачатия. Но, конечно, я сделал такой экскурс в начале лекции, потому что если хотя бы в словах телескоп, телеграф или телефон есть греческие корни, то в слове телевидения второй корень вообще латинский. И как будто это теле отделилось от всех языков и приобрело самостоятельный такой внеязыковой технический статус. И вот как это произошло. Ну, вы помните начало 17 века. Это создание телескопа. Телескоп был создан в Голландии местными, собственно, мастерами, изготавливавшими линзы. Он был оценен по достоинству Галилео Галилея в Италии. А потом книга Галилея из-за цензурных трудностей в Италии, из известного дела Галилея, она вышла опять же в Голландии. Во всяком случае, во многом дело Галилея, которое стало так известным в истории европейской науки, во многом и объясняется его связями с протестантским государством. То, что его воспринимали прежде всего как претендующего на некую новую всемирную науку и тем самым отвергающим авторитет папского престола. То есть сама по себе гелиоцентрическая система и другие космологические его представления совсем, например, на прямом представлении о смене времен года и фазах Луны, причинах фазы Луны и всем прочим, они вовсе не были такими уж вызывающими, как гипотеза это могла существовать. Но, как я сказал, обычно все всегда боятся вот такого систематического воздействия медиа. И папа, собственно, Урбан, будучи, в общем-то, довольно просвещенным человеком, будучи строителем, покровителем там Барберини и Бернини, как известно, он испугался именно такого подрыва монополии. Всегда обычно те, кто любит уникальные произведения искусства, боятся медиа. Ну, как сейчас, многие боятся, допустим, визуальных медиа, когда настаивают на том, что там дети перестают читать книги. В некотором смысле папа Урбан примерно думал так же, что начнется производство новой науки, и в результате пропадет очарование старых зданий Рима. Но дело все в том, что здесь работа шла примерно так. Телескоп, который изобрел голландский, собственно, оптик, изготовитель очков, Иоанн Липперсгей. То есть где-то это 1605-1606 год. И, собственно, Галилей весьма быстро об этом узнал. И сначала он называл это просто «зрительная труба» или «perspiculum» по-латыни. То есть нечто позорливое, нечто, позволяющее далеко видеть. Но дело все в том, что в Италии существовали академии, такие, по сути, клубы ученых, в которых были свои шуточные ритуалы и свой такой полушуточный язык, смешивающий латинские и итальянские слова. Так получалось то, что называлось «макроническая поэзия», например. То есть смесь стихи на смеси, допустим, латыни и итальянского. Этой «макронической поэзией» баловались, например, тоже в Елизаветинской Англии. И там ученые-поэты писали такие «макронические стихи». Например, там в Елизаветинское время была издана книга «Путешествие придворного шута Томаса Крета». Я ее переводил, некоторые стихи оттуда. И с приложением как раз множества стихов, написанных Джоном Доном и другими там учеными-поэтами того вот времени. И это такие на смеси всех возможных языков стихи. В Италии, например, была и есть Академия отрубей во Флоренции. И поступившую в эту Академию осыпали отрубями. В знак того, что он будет способствовать очищению итальянского языка от примесей. И до сих пор эта Академия отвечает за итальянскую лексикографию. И вот так мешались язык и кулинария. И можно было использовать любые слова, хоть гомеровские, хоть латинские, лишь бы в них была ученость. Вот именно так произошло с телескопом. В 1611 году Галилеи чествовали в созданной в Риме, как раз за 8 лет до этого, Академии Рысей или Академии Остроглазых. Так назывался клуб, целью которого было глубже проникать в тайны природы. Торжественное чествование, конечно, требует похвал на разных языках. И такого смешения языков, ну, как сейчас на юбилеях, зачитывают телеграммы, пришедшие из разных страхов. И на этом торжестве присутствовал грек, член Академии Иоанн Демиссиан, который был родом с греческого острова Закинфос, находившегося под итальянским владычеством. После этого замечательного ужина Галилей стал всем показывать через зрительную трубу спутники Юпитера и другие чудеса неба. И восторженный Демиссиан сказал, что эту трубу уже не надо называть просто трубой, зрительной трубой, а лучше именовать по-гречески телескоп, имея в виду под дальностью то, что можно видеть некие далекие вещи, что прежние подзорные трубы давали маленькое увеличение. Это дает большое. И вот некий пышный греческий язык, восходящий к гомеру, смешивающий там разные диалекты, он лучше выразит достижения техники. И как бы медиум техники, способный глядеть далеко в космос, оказался дополнен медиумом языка, который тоже может проникать из эпоху, и в эпоху из гомеровских дней в нашу современность. Заметьте, что во французском современном языке есть замечательное слово телескопаж, которое у нас трудно довольно перевести на русский, схлопывание, как бы сверхувеличение. То есть это так французы называют повторение одних и тех же закономерностей в разные эпохи. То есть возможность увидеть события далекого прошлого, как повторяющиеся потом на новом уровне. такое вот схлопывание, как будто все, что называется, в истории все повторяется, как иногда говорят. И здесь очень интересно, что, допустим, со словом телеграф, очень интересно, почему, собственно, это далеко пишущее устройство. Что на самом деле за этим словом скрываются два медиа. Первое – это оптический телеграф, который существовал с незапамятных времен. Ну, всегда были какие-то сигналы, например, военные. И, допустим, до сих пор есть вопрос, существует ли, например, телеграф у животных, которые способны сигнализировать на дальнее расстояние. И оптический телеграф, по-видимому, существовал всегда, пока существовало человечество. Но есть и другое – это электрический телеграф. И впервые он был запущен в 1774 году в Женеве Жоржем Луи Лесажем. С оптическим телеграфом в целом все просто. Это такая система семафоров, каждый в оптической видимости друг от друга. И единственной проблемой является предотвратить перехват сообщения. Ну, чтобы, допустим, шпион, увидев, что именно передается с какой-то башни с помощью каких-то флажков, не прочитал это сообщение. Значит, вот. И, соответственно, вопрос был только один. А именно, чтобы, соответственно, оператор следующей телеграфной башни замечает сообщение. И, собственно, как шифровать сообщение, это уже задача в чем-то математическое. И, по сути, надежные шифровальные машины, они связаны с именем, конечно, Паскаля в 17 веке, ну и Лейбница там, конец 17-го, начало 18-го века. И они поняли, что любой код должен быть со смещением. Ну, простой, допустим, приведу пример. Мы, например, самый простой шифр со сдвигом. Мы шифруем А как Б, Б как В, и так далее. Но ясно, что такую шифру взломать очень легко. Потому что есть частотность букв. И, например, можно, сопоставив буквы по частотности, догадаться, какая буква из написанных соответствует какой зашифрованной букве. Поэтому можно, например, после каждого 10-го символа или после каждой буквы для гласного звука, что сложнее, производить смещение. Например, дошли до 10-го символа. И после этого А начинает шифроваться как Б. После следующего смещения как там Г. И так далее. И таким образом получатель должен, помимо владения алфавитом и языком как основным медиумом, знать ключ как вспомогательный медиум. Например, сегодня ключ – это сдвиг после каждого седьмого символа. А завтра ключ, например, сдвиг после каждого гласного. А если еще скомбинировать ключи, ну, например, ввести отсрочку, что после каждого гласного через два будет такой-то сдвиг. Или, например, что после А будет сдвиг на три позиции, а после О – сдвиг на шесть позиций. То такой шифр уже практически невозможно будет взломать, кроме использования вот тоже счетной техники. И вот Лейбниц, создатель дифференциального исчисления, вполне мог строить машины уже с таким смещением. С помощью механических узлов, которые определенным образом программировались. Ну, например, там нажатие определенных клавиш смещало диск, на котором были написаны буквы, и уже А шифровалось не через Б, а через В или через Г. или, например, счетчик там посчитал какое-то количество нажатий, и после какого-то количества шифровальное колесо сдвигалось на одну позицию. На этом шифровании с ключом сдвига основана любая криптография вплоть до наших дней. И, разумеется, взломать эти криптографические машины удалось, в общем-то, только построив машину, имитирующую работу криптографической машины. Ну, например, знаменитый проект BOOMB, бомба, который выполнялся в Великобритании во время Второй мировой войны. Он подразумевал строительство механического компьютера, чем руководила группа математиков во главе с Элленом Тьюрингом, которые имитируют работу шифровальной машины и тем самым позволяют дешифровывать сообщения. По крайней мере, подбирать возможные варианты дешифровки. И все-таки обратимся к тому самому изобретению Лессажа 1774 года. Этот телеграф Лессажа был электростатическим. Он представлял собой, по сути, два клавишных инструмента, где каждая клавиша была связана, соответствующий клавишный другом инструменте, проводом. Можно было прикоснуться электризованной палочкой клавиши, и соответствующая клавиша на втором инструменте издавала звук. То есть представьте себе два рояля. От каждой клавиши рояля идет проводок, и этот проводок приводит в действие с помощью электрического разряда намагничивающего клавишу на втором рояле, который опускается и издается звук этой клавиши. То есть тот, кто расшифровывал сообщение этого телеграфа, должен был, конечно, быть человеком, по-моему, с хорошим музыкальным слухом. Ну или, по крайней мере, хорошо следить за движением клавиш. И вот можно было... И, соответственно, это в чем, что была идея Лисажа. Конечно, за основу он взял такой домашний колокольчик. Ну, как в доме вызывали слугу, дергали за веревочку, веревочка проходила на нижний этаж, где сидели слуги, и слуга бежал. То есть это был такой самый элементарный домашний телефон. Такие сооружения, действительно, где слуг вызывали, они были очень распространены в XVIII веке. Есть очень хорошие работы нашего замечательного искусствовета Анны Семеновны Корндольф об эрмитажах, где она подробно рассказывает о том, как появилась эта идея эрмитажа, то есть некого здания для уединения короля или какого-либо другого правителя, где слуг можно было вызывать веревочкой, где блюда поднимались на стол на специальном таком лифте, на тросах, то есть где господствовали механизмы, чтобы людей не видели. И вот Корндольф, я просто советую вам, если кого-то это интересует, прочесть ее работы об эрмитажах. Она как раз очень хорошо показала, как возникла сама эта идея. Почему король там, или, допустим, русский император, Петр I построил у нас первый эрмитаж в Петергофе, откуда возникла сама такая идея, что должны быть механические слуги, а никто из слуг не должен заходить к господам. Что это связано с идеей, так сказать, близости дворца и монастыря, что сначала, значит, короли заводили, так сказать, эрмитажи, как действительные такие монастыри при дворце, где как бы был монах, который молился, и эта молитва монаха была своего рода таким шоу. То есть он молился на показ, и в результате как бы посетители короля верили в то, что король не только как бы могущественный, но и боголюбивый. Что если там монах молится, причем открыто в режиме такого телевизора, в режиме такого вот шоу. А потом эта идея монастыря, обители, она стала уже распространяться на саму жизнь короля. Что он может быть как в келье, никого не видеть. И таким образом, эта идея эрмитажа, это тоже медийная идея. То есть как бы сейчас, допустим, показывают чиновников, как они стоят со свечками по телевизору, и это как бы создает их репутацию. Так тогда, допустим, ясно, что сам король, он входит в роскошных одеждах, он не может монашеское платье надеть. Но, допустим, он может завести себе придворного монаха, который будет за него молиться и за него быть благочестивым. И после этого работы придворного монаха постепенно и короли стали тоже работать как такие носители благочестия. Корндорф еще указывает на значительное количество причин, по которым создавались такие вот эрмитажи. Например, было очень важно продемонстрировать вообще безотказную работу механизма. Было важно проводить закрытые совещания, что точно никого там не будет, что точно совещание секретное, потому что слуга может вдруг оказаться шпионом. Наконец, эрмитаж сам оказывается связан с другими идеями еще средневековыми. Например, что дворец – это замкнутое пространство, это образ рая, это образ некого порядка. И здесь просветительские идеи о том, что власть упорядочивает все, например, идеи Либница, они оказываются связаны с средневековыми идеями. То есть Либниц тоже считал, например, что во дворце должна быть безупречная система работы всего, должны быть какие-то механизированные процессы. Даже разрабатывал проект дворца как своеобразного умного дома. И во многом на это подвиг Либница и его учитель Эрих Вайгель, который действительно создал свой дом, как такой умный дом с большой библиотекой, с какими-то подъемными механизмами, с пивопроводом и со всеми прочими вещами. И вот, соответственно, получалось, что этот такой условный слуга, который получал вот эти текстовые распоряжения по аппарату Лесажа, он уже обретал другое тело, что соответствовало действительно идеям Руссо, который тогда жил в Женеве, просветительским идеям о том, что тело, оно не может быть только какой-то отдельной функцией. Оно всегда визуализованное. Нет человека, который бы не имел своего видимого тела, в то время как слуга, допустим, в Эрмитаже был невидимым, в то время как слуга у Лесажа или у Руссо превращался в такого видимого человека, который с хорошим слухом, который умеет играть на рояле, умеет развлекать, умеет представлять какие-то изображения, изображения, ведь именно в то время стали цениться слуги, умеющие, например, разыгрывать сценки. При этом нужно заметить, что Лесаж был атомистом. Он был поклонником Лукреции, античного философа, а Лукреция, как вы помните, объяснял все видимые образы движением атомов. Что есть движение атомов в пустоте, есть так называемый клинамин, отклонение. И когда атомы как бы отклоняются от потока, они создают визуальные образы. И поэтому телеграф просто реализовывал ту визуализацию смыслов, которую как бы превращает импульсы в уникальные музыкальные комбинации клавиш, как атомы создают уникальные обличия вещей. Кроме того, Лесаж был исследователем газа. Ему было интересно, насколько газ может стать разреженным, чтобы сохранять способность быть проводником. Поэтому для него телеграф был такой некоторой еще моделью проводимости, что как электрические отношения могут проходить в условной среде, потому что проводимость проводов еще никаких законов не было. Никто не знал, от чего зависит степень проводимости провода, что потом немножко затормозило развитие телеграфа. Но Лесаж исходил из того, что все равно какой-то импульс через провод проходит, даже если провод плохой проводник. Например, если даже газ разрежен, и все равно через него проходит звук. Здесь следует отметить про это тело и автомат, про автоматизм, что это действительно была такая очень важная тема времени. Например, тогда же для Австрийской империи, которая была долгое время Священной Римской империей и Германской нации, было важно чувствовать себя такой защитницей Европы от турецких атак. И отсюда такое вот стремление механизировать турка, турок, представить их марионетками. И вот в 1769 году изобретатель Волькан фон Кэмпален создал вот этого турка, играющего в шахматы. То есть это некая кукла такого турка, который движет шахматные фигуры. Здесь вообще про турок в Австрии много думали. Ну, достаточно напомнить вам турецкая ронда Моцарта 1784 года. То, что у нас неправильно называют турецким маршем, хотя Моцарт никакого произведения под названием турецкий марш не писал, а писал турецкая ронда. Турецкий марш – это произведение Бетховена 1811 года. И, разумеется, Моцарт имел в виду экстатический танец янычара-сасинов, а вовсе не марш регулярных войск, который стал повесткой как раз во времена наполеоновских войн и Бетховена. Причем с этим турецким маршем связана очень интересная еще история, что на самом деле, когда австрийцы однажды разбили турок, то, возможно, они захватили запасы кофе, об этом Китлер пишет. Но и кофе стал очень моден в Вене, появились венские кофейни. Это во многом потому, что этот кофе был предназначен для ассасинов. То есть там был подмешан опиум, о чем австрийцы не знали, но кофе им понравилось, стало модным, а дальше они этот кофе уже пили обычный, без всяких примесей опиума. Но, во всяком случае, ассасины тут успели тоже мелькнуть. Но на практике, конечно, автомат, созданный Кемпелином, был таким жульничеством, потому что под столом сидел профессиональный шахматист, а при этом сигналы о перемещении фигур подавались с помощью смещения шариков, производимых магнитами на дне этих шахматных фигур. То есть это очень напоминает телеграф лесажа, то есть электромагнитный. И, в общем, ситуация превращалась вполне в серию линейных сигналов в духе тогдашней военной сигнализации. Это, заметьте, вот эта сигнализация по лесажу или по фон Кемпелину отличается от того, как, допустим, мыслили войны, например, в античности. Если вы вспомните, например, записки о Гальской войне Гая и Юлия Цезаря, то он там всегда любил в одной фразе охватить и воспроизвести такую объемную картину и действие, и возможности противостоящих войск. Такую дать картину. Но, с другой стороны, управление этой куклой, когда профессиональный маленький шахматист сидел под столом, оно было с помощью такой марионеточной системы. То есть на руку шахматиста надевались кольца, привязанные к тросам, и он двигал рукой этой куклы. И здесь требовалась имитация движения руки, определенный расчет движений, чтобы не дергать, не дернуть за эти тросы слишком сильно. То есть возвращается такое объемное видение поля боя, потому что шахматы были очень такой воинственной игрой, но уже не как такое риторически картинное, как у Цезаря, а такое тренировочное. И как раз ведь тогда именно в войсках очень получают большое развитие тренировки. Все эти марши, шагистика, все эти упражнения с ружьем и так далее. То, что очень Фридрих Великий поощрял. И вот не случайно как раз в эпоху Фридриха Великого, прусского, как раз в эпоху, когда солдат начали всячески тренировать всякими маршами, всякими поднятием, ружья, физкультурными упражнениями и так далее, чего раньше не делали. Тогда же появился этот шахматный автомат. И, конечно, интересно, что в 19 веке тоже создавались автоматаны, то есть эти шахматные автоматы, умевшие играть в шахматы. Но другое дело, что там уже не скрывали, что на самом деле им управляет профессиональный шахматист, но мистифицировали, что якобы это дистанционное управление, что шахматист сидит в соседней комнате. То есть это такое моделирование как бы войны, управляемой неизвестно кем. Но нужно напомнить, что шахматы это была такая очень жесткая военная игра. Об этом мы еще будем говорить. И у нас шахматы представляют как что-то такое очень интеллигентное, очень такое, как будто требующее вдумчивости. А, например, шахматы в 18-м, в 19-м, в начале 20-го века это была очень жесткая игра. Я уже упоминал, люблю это упоминать, что действительно, когда создан во всемирный телеграф, по нему передавали шахматные партии, то есть как бы такая имитация войн. Ну и вот, допустим, два примера из литературы я всегда привожу. Защита Лужина Набокова, которая, понятно, что там шахматы это метафора. Ну просто такой человек, как Лужин, такой совершенно неприспособленный к повседневной жизни, он просто не смог бы удержаться в этом жестком бизнесе. В то время, как, допустим, Остап Бендер, который считал, что с помощью шахмат можно построить там ювы-сюги, он в этом смысле мыслил вполне в духе времени, хотя немножко и устаревшим образом. потому что он действительно понимал, что шахматы это такая военная игра, дающая военный выигрыш. Вот. И но развитию телеграфа помешала ошибка собственно физика Питера Барлоу в 1824 году. Барлоу был таким последователем Ньютона, таким типичным лондонцем, и он предположил, собственно, он опирался на понятие Ньютона дальнодействия. Ну, то есть известный тезис Ньютона, что гравитация действует на любом расстоянии, уменьшаясь пропорционально квадрату расстояния, как мы учим в школе. Но как бы гравитационно все друг на друга влияет, Земля на Луну, Луна на Землю и так далее. И вот он предположил, что сигнал будет тем сильнее, чем шире проводник, вполне опираясь как бы на Ньютона и на его представление о как бы однородности Вселенной. И, значит, для междугороднего телеграфа понадобятся не провода, а какие-то целые стержни, огромные трубы, а денег на такое ни у кого не хватит. Делать какие-нибудь там огромные трубы, по которым передавать сигнал. Учитывая, что созданные вольтой в 1810 году источники электрического тока давали очень слабое напряжение. Это, как видите, взгляды Барлоу, это прямая противоположность известному нам со школы закону Ома, где, как мы помним, чем, допустим, труба уже, тем быстрее по ней вода течет. Чем больше мы сузим проводник, тем быстрее будет скорость передачи. Барлоу исходил из представления об электричестве не как об импульсе или поле, но как некоторые силы, требующие пространства для своего осуществления по Ньютону. Однородность, такая гомогенность ньютоновского пространства. Поэтому опровергнуть Барлоу смог лишь там уже в 30-е годы, в 1831 году, Майкл Фарадей, который создал понятие магнитного поля и тем самым заменил ньютоновское дальнодействие близкодействие, то есть учением, что два предмета могут воздействовать друг на друга только благодаря среде, посреднику, медиуму. Это учение показалось сначала устаревшим, потому что вся европейская физика 18 века отказывалась признание каких-нибудь посредников всякого теплорода, всех этих как будто есть какие-то силы посредующие между вещами, нагревающие вещи и так далее. Как вы помните, все физики 18 века боролись против этих посредников. Достаточно вспомнить, допустим, закон Лавуазье и Ломоносова о том, что никакого посредничества в передаче тепла как такового нет. Закон сохранения веществ, что нагревание не прибавляет ничего как бы переданного в вещество. Просто само вещество начинает вести себя, иначе не изменяясь в массе. И вот чтобы объяснить поведение электричества в проводах, потребовалось сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Дело все в том, что Фарадей обнаружил эту электромагнитную индукцию только в 1831 году, случайно создав переменный ток, потому что только переменный ток порождает магнитное поле. Он внутри провода стал двигать сердечник и вдруг увидел, что соответственно начинает этот свернутый провод примагничивать соседние предметы. И благодаря этому открытию Фарадея 1831 года телеграф и получил новое развитие. Здесь очень интересно, что, конечно, проблема телеграфа была та самая кодировка. И в России телеграф с кодировкой, требующий нескольких проводов, а не отдельного провода для каждой буквы создал такой чиновник Министерства иностранных дел Павел Львович Шиллинг. Он был, между прочим, прямым начальником Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин числился при Министерстве иностранных дел как чиновник. Шиллинг был дипломатом, ученым-китаистом, и перед ним стояла задача делать точные карты Китая, поскольку Россия боролась за влияние на Китай, и Шиллинг прежде всего разрабатывал такие типографские вещи, то есть точные такие копии китайских рукописей, китайских карт. И Пушкин просился, кстати, к нему в экспедицию в Китай, о чем он сказал даже в своих стихах под ножью стены далекого Китая, то есть Пушкин действительно в начале 30-х годов собирался поехать в Китай. Но эта экспедиция сорвалась, и ни Шиллинг, ни Пушкин в Китай не поехали. Занятие картографии привели Шиллинга к увеличению электротехникой, которая обещала именно такое точное воспроизведение импульсов. И в конце концов он создал такой биграмный шифр, то есть сочетание двух букв сшифровалось четырьмя арабскими цифрами, можно было использовать 10 проводов между аппаратами для цифр, а при этом расшифровать от шифров, взломать его было непросто, потому что одно и то же сочетание букв могло шифроваться по-разному. И, например, очень часто метод Шиллинга подразумевал, что, например, первую букву знают только шифровальщики, что, например, сегодня фразу начинаем с буквы А, но эту букву А не указываем, а в результате никто, как бы, из перехвативших сообщений не мог его расшифровать, потому что все превращалось бессмыслиться. Без первой буквы нельзя было правильно разбить слова. И метод Шиллинга можно было даже два провода использовать, передавать с помощью импульсов. И, ну, конечно, чем больше проводов, тем быстрее передается сообщение. Кроме того, Шиллинг использовал такие флажки. Они намагничиваются, поворачивают с какой-нибудь цветной стороной своей, и получаются буквы. дешифровщик может быстро расшифровывать сообщения. И здесь очень интересно, что дальше, собственно, телеграф развивался в сторону одного провода, и очень интересно, собственно, что сделал, откуда взялся, собственно, проект американского художника Сэмюэла Морзе. Морзе, он, собственно, прежде всего, конечно, нам известен по азбуке Морзе, а на самом деле это был действительно один из выдающихся американских художников 19 века. Можете просто в сети даже найти очень легко его картины. И он дружил с Фенимором Купером, тем самым, который писал про индейцев. И в том числе Купер ему подсказал эту идею сигнализации, которая есть у индейцев, что индейцы могут какими-то простыми сигналами, криками передать достаточно большие и развернутые сообщения. Ну, и кроме того, Морзе, они, кстати, с Куперой Морзе с теми, например, ездили в Париж, и там, например, Морзе был копиистом в Лувре. То есть, сама идея, что можно сделать точные копии, вывести их в Америку, то есть, передать как бы на любое расстояние, она его вдохновляла и в разработке телеграфа. Причем, у Морзе есть довольно интересные картины, вы просто действительно можете их поискать, их нетрудно найти, на мой взгляд, они совершенно замечательные, потому что они такие аллегоричные. Например, на одной из картин Зевс возвращает законному мужу девушку, на которую посягал Аполлон. Ну, то есть, аллегория, на самом деле, Америки, на которую посягает Англия, но которая как бы возвращается к себе домой. И здесь как раз очень интересно, как дальше развивался телеграф, потому что, по сути дела, нынешний тип телеграфа, это так называемый старт-стопный аппарат, то есть аппарат, который позволяет, допустим, подключить к проводу что-то вроде клавиатуры пишущей машинки, которая вырабатывает сигналы и, точнее, где нужно начать, например, сигнал, а где закончить и передавать буквы. Ну, допустим, крутятся два диска и, допустим, старт-стопный аппарат, допустим, передаем букву там B и, допустим, аппарат доходит до буквы B, передает сигнал и в это же время на машинах, где диск синхронизирован, тоже появляется буква B. Это оказался самый простой способ передачи сигнала. Перехватить нельзя, потому что нужно иметь аппарат синхронизируемый, где диск крутится с такой же скоростью, где можно подогнать его, допустим, сказать, что при начале передачи сигнала вставим диск на букву A или на букву B, в зависимости, опять же, от ключа. И, соответственно, его создал Жан Баду во Франции и как раз интересно, что когда, допустим, Александр Белл, как бы создатель телефона, то есть не совсем создатель телефона, подал патентную заявку на свой прибор, он мыслил его как гармонический телеграф, так он его называл. Но имеется в виду, что изначально телефон был должен был не передавать не столько голос, сколько вот такой вот тоновый набор, то есть какие-то буквы звуками разных тонов и благодаря этому собственно передавать текстовые сообщения. Например, как сейчас тоновый набор звуки разной высоты соответствует разным цифрам. И вот Белл, он считается изобретателем телефона, хотя на самом деле телефон создал Антонио Меуччи, американец итальянского происхождения в 1860 году, а само слово телефон изобрел немец в 1861 Иоганн Филипп Рейс, живший правда в основном не в Германии, а тоже в Англии в США, и который придумал по образцу телеграф и телескоп слово телефон. А кто такой был этот Меуччи? Это был такой типичный шарлатан, ну то есть врач самодеятельный, который лечил электричество и верил в то, что можно с помощью электрических разрядов вылечить любые болезни. Вообще в Америке 19 века большинство врачей было шарлатанами. Ну можно вспомнить Марка Твена и все эту прозу американского 19 века, которая как раз настаивала, где постоянно говорила, что врач это шарлатан, который лечит не пойми чем, не пойми как. И в общем-то переломить ситуацию удалось только в начале 20 века, когда была создана Американская врачебная ассоциация, которая настояла на том, что только она выдает лицензии на лечение и что человек является одним из животных и следовательно медицина легальна только та, которая основана на знании биологии, химии и других позитивных наук. То есть медики-позитивисты создали ассоциацию, стали выдавать лицензии, лицензии стали престижными, поскольку им стали доверять и соответственно в результате они все время поднимали входной порог. Чтобы получить лицензию нужно сдать экзамен, нужно иметь подготовку по биологии, по химии и так далее. И в результате в 20 веке уже шарлатанам не было как бы пути в медицину. Но это опять же не значит, что допустим шарлатаны они не могли вылечивать. Известно, что допустим гомеопатия помогает некоторым людям до сих пор, независимо на то, что это как бы это именно шарлатанский в терминологическом смысле метод, ну в том смысле, что он не исходит из того, что человеческий организм работает по законам физико-химического детерминизма определенного химических и физических детерминированных процессов. Само слово шарлатан это шарляр, то есть это самое как бы колдовать, допивать, завораживать, то есть первоначально это шептун, то есть тот, кто значит нашептывает что-то там производя исцеление, а соответственно потом это слово шарлатан стало означать любого нелицензированного врача, не обязательно это означает, что этот человек лечит плохо, означает всего лишь, что он не имеет лицензии. И вот Меуччи, он был шарлатаном фактически по роду занятий, и он лечил током, и однажды он там к губам пациента подключил клеммы, пустил ток и ушел в другую комнату. Пациент разумеется заорал. Но при этом Меуччи увидел, что когда пациент заорал, то ток соответственно стал возвращаться в катушку и намагничивать саму катушку, от которой передавался ток. И соответственно он решил, что может быть можно сделать устройство, которое допустим будет какой-то человек говорить, а на обратном какой-нибудь самописец будет записывать эту речь. Допустим при А будет громко и там магнит будет сдвигать самописец на большое расстояние. О будет более тихо и самописец будет сдвигаться на меньшее расстояние. То есть изначально заметьте и Меуччи как и Бел исходило из того, что будет передаваться не человеческая речь, а будет передаваться по сути дела телеграмма. То есть ряд условных символов, которые можно подключать но вполне так же можно и замыкать ключ. При этом надо заметить, что у Меуччи не хватило денег на регистрацию своего изобретения и до сих пор есть мнение, что Бел просто украл у Меуччи документы на его изобретение. Хотя прямых подтверждений этому нет, но в случая далеко не все считают, что Бел был честен в своей деятельности. Значит, и здесь очень интересно, что почему, собственно, не голос, почему телеграмма должна была передаваться по телефону. Дело все в том, что, собственно, рейс, тот же самый, который придумал слово телефон, он, собственно, исходил из того, что электричество нужно передавать без специального проводника, через любую среду, подобно свету. И вот, но он был таким предшественником, например, Николая Теслы, который считал, что электричество нужно будет передавать от башни к башне без проводов и с помощью молнии. И вот в качестве одного из доказательств он приводил работу наших органов чувств, которые воспринимают колебания среды, звуковую или световую волну, независимо от того, в какую среду мы погружены. Конечно, под водой мы слышим хуже, чем на улице, но только потому, что, по мнению рейса, здесь возникает вот эта воздушная пробка в ухе, переход от одной среды к другой. И, следовательно, делал вывод рейс, если сделать среду однородной от передачи к приемнику в виде провода, то звук можно передавать без искажений. То есть, в этом смысле, конечно, рейс исходил из того, что по телефону может передать звук, а не только телеграмму, но именно потому, что у него было представление о беспроводной, в конце концов, передаче электричества. А еще было очень здесь большое влияние вот появление того, что мы сейчас называем факсом, то есть передачи изображений по линейному проводу. Причем очень интересно, что первый факс появился в Нидерландах еще в 1726 году. Это был факс, устроен, фактически это был тросик, который шел из одной комнаты в другую. К этому тросику привязывалось несколько кисточек, которые обводили изображение. И, соответственно, эти несколько кисточек, перемещаясь, давали разной силой и разной амплитудой импульса на трос, который приводил в движение соответствующие кисточки на другом конце. То есть интерфейс этого факса был визуальным, и приемник и передатчик шифровали пространственное перемещение, как натяжение. Так что определенные скачки шнура соответствовали переменам в положении кистей, а канал передачи представлял собой защищенную передачу импульсов. То есть шнур заключался в трубу, чтобы избежать помех. Ну, то есть это идеально как раз здесь действует модель Шеннона, о которой мы говорили. То есть что есть шифровка, дешифровка, канал передачи и защита этого канала от шума. И здесь как раз очень интересно, что по сути дела эти идеи о собственно защите и передаче импульсов, они потом многократно воспроизводились. Ну, допустим, в русской литературе можно вспомнить две важные сказки. Это Антонин Погорельский «Черная курица» и Владимир Радоевский «Музыкальная шкатулка». Оба эти писатели романтики, мистики, изобретатели. И, как вы помните, там в «Черная курица» там важно, что этот гор, цивилизация, где «Черная курица» это, собственно, министр, ее нельзя ни в коем случае о ней рассказывать никаким способом. Потому что, как бы, тогда частота передачи традиции в этом подпольном мире будет нарушена. Будет, как бы, вмешательство шума, то есть, тех или иных слухов в работу канала. А по Адуевскому, вы помните, музыкальная шкатулка устроена, как система власти, где валик, то есть, самый инертный, как бы, человек запускает всю систему от власти работы этой музыкальной шкатулки. То есть, как бы, это такая аллегория монархии, которая работает безупречно до тех пор, что называется, валик хорошо смазан. Пока, как бы, опять же, нет искажений в его работе, он не тормозится ничем, и, а при этом, там, молоточки, пружинки и так далее полностью оказываются подчинены этому, этой системе. То есть, конечно, валик, пружинка там заводят, но, в любом случае, без валика и не на чем было бы крепиться. И, собственно, тогда электрический факс тоже нас создает, тоже на основе, в общем, той модели, которая потом получит после Второй мировой войны название модели Шеннона, создает, собственно, в 1843 году Александр Бэй. Собственно, он поставил целью создать электрические часы. То есть, идея электрических часов была такая, что передается импульс, замыкает он маятник, то есть, маятник примагничивается, потом, соответственно, система в результате размыкается, маятник возвращается на нужную обратно и потом опять намагничивается. То есть, как бы, на секунду должно занимать движение маятника из положения висячего к положению примагниченного. Очень такая понятная модель и Бэйн считал, что эти электрические часы будут точнее, чем обычные часы с маятником. И вот как раз Бэйн в 1843 году создает такой самописец. Тоже, в общем-то, основан на электрическом импульсе. То есть, есть стержень, мы им как бы обводим изображение, как бы, обычно он так сканировал изображение и на темных мы нажимаем больше этот самописец, сигнал становится сильнее, и, соответственно, там намагничивается доска, к ней прижимается карандаш, на котором есть магнит, и, соответственно, именно карандаш рисует там, где самописец был надавлен. Таким образом можно, как бы, сканируя изображение посрочно передать любое изображение. И гениальность Бейна в том, что он впервые изобрел то, без чего потом не могли существовать ни телевизор, ни радио, ни, я не знаю, ни компьютер, ничего еще, это развертка. То есть, когда изображение передается не как некий образ, а по строкам. То есть, сначала мы считываем там одну строку, потом вторую, потом третью. Вот точно так же, как, допустим, работает принтер, или сканер, или телевизор, где все идет по строчной разверткой, где печатается одна строка, потом одна линия, потом вторая, потом третья. И, в общем-то, изобретение Бейна это скорее напоминало принтер такой. И передачи изображения вручную. При этом, разумеется, оператор, который сканировал, должен был вручную вести этот штырь и просто нажимать его там, где он натыкался на темные места. И вот эта идея развертки, она потом нашла продолжение. Например, в 1884 году молодой 24-летний немецкий инженер Пауль Нипков создал то, что он назвал электрический телескоп. Это был такой диск с прорезями, который обеспечивал развертку и позволял локализовать светящийся объект. И прежде всего Нипков мыслил, что это поможет, например, кораблям правильно ориентироваться, считывать, допустим, сигналы. Изобретение не вызвало никакой особой вожат и серийные телевизоры стали производить только в середине 20-х годов. И здесь интересно, как ему пришла в голову мысль об этом телескопе, то есть на самом деле телевизоре. Но называл это он сначала свой телевизор телескоп. Он однажды сидел на Рождество в доме один, всеми оставленный, и следил, как мигает масляная лампа. И он понял, что это можно использовать, например, в военной технике, ну, например, на кораблях, потому что корабль должен мониторить появление светящегося объекта, то есть опасности. То есть, по сути дела, это был такой световой радар, но парадокс в том, что для наблюдения за военные угрозы он не очень годился, потому что корабли все-таки можно было немножко маскировать. Он годился разве что для обозрения и так уже охраняемого участка. Ну, например, в Кремле, допустим, в 20-е годы в кабинете наркома Ворошилова стоял вот этот телескоп Нипкова, то, что мы бы сейчас назвали бы скорее видеокамерой, то есть наблюдения. То есть, там он считывал то, что происходит на улице, был чем-то вроде видеодомофона или системы наблюдения, и Ворошилов был спокоен, что там на площади никого нет или известно, кто подошел к его кабинету. То есть, как бы для кораблей это оказалась не очень удачная техника, а, например, для наркома Ворошилова очень даже удачная, чтобы наблюдать, идет ли кто-нибудь там по коридору, во дворе, есть ли люди в комнате и так далее. Вот. Можно ли это самое? Вот. И дальше единственный, конечно, недостаток был, конечно, изобретение Нипкова, это ограниченность развертки. Она не позволяла передавать сложные изображения. и более изощренную систему создал Манфрид фон Арденне на пути к электронному микроскопу. Его механический телевизор был соединен с проектором, так что можно было уже в 20-е годы 20-м века передавать целые фильмы. В его изобретении, кроме крутящихся дисков, использовалась сложная система повернутых под углом зеркал, так что можно было передавать развертку даже до 400 строк. Это уже сопоставимо с кинескопическим телевизором. Но единственный недостаток этого аппарата был в том, что он был очень дорогим и очень ненадежным. Потому что ясно, что зеркала могут там, быстро разбалтывался этот диск, зеркало немного сместилось и развертка оказалась не очень удачной, изображение стало размытым. И вот собственно аппарат был дорогой и очень ненадежный. Но зато это был такой побочный продукт создания электронного микроскопа. И фон Арден после Второй мировой войны как военнопленный работал в СССР, где как раз использовал свои самописцы и такую телеметрию для наблюдений за поведением радиоактивных изотопов. То есть фиксировал собственно ядерный распад с помощью тех или иных датчиков и строил как бы такую трехмерную модель, как ведет себя атом. И соответственно что конечно очень продвинуло исследование в области ядерной техники. Ну и что такое кинескоп? Ну напомню, что кинескоп он действительно тоже появляется в конце 20-х годов 20-го века. Это электронно-лучевая трубка, которую начинают разрабатывать еще собственно где-то перед Первой мировой войны. но и Борис Львович Розинг профессор Петербургского технологического института. Но больше известен его ученик Владимир Козьмич Зворыкин, который потом переехал в США и продолжил опыты там. И суть Розинг он хотел собственно что должен мыслим. Он мыслил свое изобретение как то, что позволяет передавать не отдельные точки или черточки, а геометрические фигуры. И собственно Розинг он собственно основная его идея была в том, чтобы с земли управлять дирижаблями с помощью фотоэлектрических реле. То есть допустим передается на дирижабль с какого-то проектора допустим треугольник он летит так-то. Передается квадрат летит так-то. Поскольку Розинг исходил из того, что среда допустим может исказить сигнал если он импульсный. Например дирижабль может не уловить какой-то импульс. Может какое-нибудь облако помешать или птица пролететь. А вот если передавать например что квадрату соответствующий дирижабль должен полный вперед треугольнику стоять на месте и так далее то дирижаблем можно легко управлять. И соответственно Розинг называл свои разработки электрической телескопии. Но заметим что и когда Зворыкин создавал свой телевизор он прежде всего мыслил его как видеосвязь. В частности один из таких значит одно из применений которое Зворыкин значит видел для своего замечательного прибора это допустим видеосвязь врачей то есть консилиум на расстоянии то есть дистанционные технологии должны они на самом деле предшествовали распространению телевидения как средство массовой информации. Мы постоянно с этим сталкиваемся что то или иное то или иное медиа это очень часто оно сначала возникает для каких-то военных целей или медицинских или каких-то гражданских утилитарных а только потом появляется сама идея массового информирования и обычно считается что только собственно нацистская олимпиада 36 года она превратила телевизор в действительно мощный такой рупор пропаганды и распространения информации и смотрите что происходило здесь еще а еще здесь происходило вот что что на самом деле преимущество например механического телевизора того же диска нибкого почему все-таки в конце 20-х стали делать что их можно было собирать самому что кинескоп создать самому нельзя а вот например спаять радиоприемник или телеприемник на основе диска можно взять электромотор прорезать прорези отрегулировать скорость электромотора подставить радиоприемник и лампу и вот тебе этот механический телевизор с механической разверткой готов и вот эта такая близость радио и телевизора она была очевидна ну например Мандельштам в одном из поздних стихотворений описывает радио вполне как телевизор и паяльных звуков моря в перебои взяв Москва слышит Москва смотрит зорко смотрит в явь в этих строках написанных в ожидании ночного ареста они заканчиваются образом гусиной шеи как напильника иначе говоря гусиной кожи от дрожи при испуге конечно обыгрывается водная фраза советского радио говорит Москва который и начиналось вещание при этом как всегда у Мандельштама метафора сложная первые две строки этой строфы можно понять скорее всего как звуковые волны проходя через припаянные детали радиоприемника перебивают сон тогда в перебое взяв оказывается разговорным взяв в качестве перебоя взяв чтобы перебить сон а можно понять иначе что само радио шумит как море и шипение радио в отличие от шипения гуся такое убаюкивающее а резкая речь диктора говорит Москва перебивает это заставляя проснуться от идеологического окрика направленного прямо на каждого гражданина советской страны как такой пристальный взгляд ну и такая близость радио кинематографа и будущего телевидения она была и у других поэтов например у Пастернака в поэме высокая болезнь есть впечатление от выступления Ленина как такого кинематографического эффекта как вдруг он вырос на трибуне и вырос раньше чем вошел и дальше появляется что-то такое вроде кинемонтажа он проскользнул неуследимо сквозь строй препятствий и подмог как этот в комнату без дыма грозы в летающий комок заметьте это то самое передачи как бы электричества без проводов на расстоянии о котором мы как раз говорили в связи с Теслой в связи с его предшественниками в связи с рейсом который придумал само слово телефон и дальше тогда раздался гуловаций как облегчение как разряд ядра невластного нерваться в кольце поддержек и преград а дальше вот появляется такой своего рода монтаж и кончается он управлял течением мыслей и только потому страной то есть как бы Ленин как инициатор проекта ГОЭЛОРО проекта электрификации страны как бы управляет мыслями и управляет страной и заметим как он собственно и значит показан он был как выпад на рапире гоняясь за высказанным вслед и дальше там про его выступление и эта голая картавость отчитывалась вслух во всем что кровью были и начерталась он был их звуковым лицом то есть он как радио передающая об итогах гражданской войны о победе коммунизма в гражданской войне и такое вот радио такая радиотрансляция и здесь конечно очень интересно как допустим появляются разного еще медиа я упомянул вам соответственно про миуччи который был таким вот шарлатаном и создал собственно телефон интересно что здесь допустим были автоматической телефонная станция она появилась в 1895 году ее как раз создал тоже значит русский изобретатель петербуржец Михаил Фрейденберг это был такой он был изобретателем воздухоплавателем летал на воздушных шарах филитонистом и даже он был как и Морзе он был таким художником дилетантом он в частности был женат на сестре художника Леонида Пастернака то есть получается он дядя Бориса Пастернака только что упоминавшегося значит точнее этот самый не дядя а Шурин как собственно как его вот в частности он построил свою версию киносъемочного аппарата с целью фиксировать движение правда это был он использовал не пленку а диск почему собственно он не дошел все-таки до кино то есть по образцу вот этого фоторужья Жюля Морре то есть когда вставляется диск с 10 кадрами например фиксируется 10 фаз движения и он добавил так называемую улитку то есть задержку механизм производивший задержку и смену кадров то есть он автоматизировал процесс но еще принципиально не перешел от фоторужья к киноаппарату несколько так остановился на полпути но вот он и придумал автоматическую телефонную станцию с автоматическим переключением придумал получается автоматическое фоторужье которое еще фотоаппаратом не было но уже и не было чистым таким вот киноаппаратом еще не было не было чистым фоторужьем и он еще известен тем что он многое сделал для развития типографии. Он совершенствовал способы печати, изобрел автонаборщик, опять же, когда нажимаешь на клавиши, и нужные буквы появляются в наборе. То есть не нужно, как раньше, пинцетом брать эти буквы и набирать, как это делали наборщики. Интересно, что Фрейденберга была замечательная совершенно дочь Ольга Фрейденберг. Это, можно сказать, первый такой русский антрополог, которая разработала такую оригинальную, еще до сих пор не устаревшую теорию, согласно которой литературные формы и жанры происходят из ритуалов и практик, с помощью которых человек осваивал мир. И Ольге Фрейденберг принадлежит, например, очень много ей открытий интересных очень принадлежит в области антропологии. Например, она открыла, что первоначальной формой театра был раек, такой ящик, сундук фукусника, откуда доставали марионеток и разыгрывали сцены. Что, конечно, было связано с идеей такой явить жертвоприношения, то есть нечто ужасное такое в наглядных образах. И что вот по мнению Фрейденберг, значит, этот самый марионеточный театр, такой раек, ящик фокусника, он, конечно, предшествует театру с актерами. То есть получается, что театр прямо как радиоприемник по Мандельштаму. То есть это нечто, что должно передать пугающее известие, мобилизующее. Ну как по Маклюину радио – это горячая медиа. Если передают по радио радиоспектакль по Орвеллу или, точнее, по войне миров Уэллса, то все бегут в бомбоубежище. В то время, как по телевизору передавали, например, когда события 11 сентября, многие думали, что это, наоборот, кино. Это холодная медиа. И вот этот самый, в некотором смысле, вот раек, там этот самый кукольный театр, как его описала дочь Фрейденберга, это то как раз вот такой тоже образец радио. Ну и здесь у нас уже не так много времени остается от лекции. Поэтому можно только действительно подвести некоторые итоги нашего сегодняшнего разговора о том, как, собственно, появляются изобретения в области медиа и как они функционируют. Что большая часть изобретений в мире медиа, повторю, они очень мало связаны с идеей массового информирования. Наоборот, информирование масс возникает как дополнительная функция, становящаяся потом основной. А так изобретения создаются в рамках вполне определенных идей, например, просветительских, национальных, для обоснования, допустим, жесткой политики или, допустим, жесткой автономии. Ну, например, мы видели, как электрический телеграф связан с идеями Руссо и просвещения о теле слуги. Как связано, например, появление телефона с шарлатанством, то есть нелицензированными медицинскими практиками. Как связан телеграф Морзе с его работой как художника-копииста и с его дружбой с Фенимором Купером, писателем, писавшим об индейцах. То есть часто это бывает довольно случайное, как будто восхождение, но медиа почти никогда не возникают просто с целью информировать как можно большее количество людей и передавать на расстояние. Наоборот, они очень часто связаны с развитием физики, с развитием тех или иных технологий внутри физики, например, скорость передачи, правила передачи на расстояние, как именно и что мы передаем. Передаем ли мы изображение или передаем отдельные сигналы, нужна ли нам точность или скорость, что для нас важнее, карту Китая построить или, например, передать изображение по линиям, чтобы его считали на том конце. И важнее при развитии медиа было не то, как, допустим, сигнал, какой из содержания несет сигнал, а прошел ли он без искажений. Например, что дирижаблями проще управлять не с помощью последовательных сигналов, что, например, три сигнала значит вперед, а четыре назад. Потому что пролетела птица, и дирижабль неправильно воспринял сигналы там. Воспринял три сигнала вместо четырех, потому что один птица заслонила. А, например, передавать качественно. Управлять дирижаблем с помощью, допустим, треугольников, квадратов и так далее. И передавать не три последовательных сигнала, а один большой, например, квадрат или треугольник. И в таком случае телевидение во многом, например, возникает как побочный продукт этого управления с помощью фигур. И таким образом сначала появляется управляемая техника, начиная от тех же слуг в Эрмитажах, начиная от тех же, допустим, чиновников, которые должны поддерживать какое-то совершенно механическое такое вот движение от понимания действительно государства как марионетки, что связано с шахматными, допустим, теми же марионетками и с идеей шахмат как модели войны. И, например, мы очень много видели, что действительно изменение самих стратегий ведения войн, что, например, появляется профессиональная тренировка, появляются линейные команды, марши, такое выступление целым фронтом, а выступление такое вот четкая дисциплина в войсках, а не просто там ура, бежим мы победили, там как раньше было, да солдаты с копом бежат и побеждают. Все это способствовало развитию вот этих строгих медиа вроде телеграфа, телефона и других. И тогда давайте, может быть, на этом я лекцию сегодня завершу. КОНЕДАР ... Продолжение следует...